Всем доброе утро! В столь ранний час вы смотрите новости. С вами я, их ведущий Антон Скань. О самом важном в ближайшие пять минут. В Барнауле открыли движение по новому участку дороги на улице Солнечная Поляна. От Жасминной до энтузиастов. Стоимость объекта, построенного по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги, более 147 миллионов рублей. Городские власти отмечают, что дорога позволит перенаправить транзитный транспорт из микрорайона Солнечная Поляна, снизить загруженность улиц Попова, энтузиастов, просторная Жасминная, Хлеборобная, Юрина и Антона Петрова. Проектом было предусмотрено у нас открытие данной дороги в 2020 году. Мы обратились к губернатору Виктору Петровичу, попросили дополнительное финансирование на этот объект. Губернатор помог нам и мы потом обратились уже к нашим замечательным дорожникам, которые организовали таким образом работу, что нам удалось вести эту дорогу. Протяженность дороги более 800 метров, ширина 15 метров. На объекте построили ливневую канализацию, тротуары, смонтировали наружное освещение, провели благоустройство территории и озеленение. Подрядчики говорят, форсирование сроков не повлияло на качество работ. Объем этого года был основной, скажем, по сумме. На 2020 год оставалась сумма небольшая, поэтому просто вовремя было принято решение о том, что финансирование будет в этом году. Ну и чуть-чуть напряглись и все успели в срок сделать в текущем году. Жители краевой столицы создали мобильное устройство для сбора мусора на Барнаулке. Ему нет аналога в стране, под мостом в парке центрального района, откуда теперь попадают в ловушку, а затем их просто вывозят. Этой с виду простой установки нет аналогов в России. Заградительная сеть на понтонах, металлическом каркасе и стальных тросах задерживает мусор и не вредит рыбе. Такую ловушку создали братья Аверьяновы после того, как июньский ураган в прошлом году свалил в Барнаулку дерево, которое и стало преградой для мусора. Аналог природной ловушки работники теплосетевой компании запатентовали на всероссийском конкурсе и получили грант 200 тысяч рублей. Были такие, то есть я сказал риски сразу, так как это не пробовал никто, не было такого, что процентов 50 на 50 получится или нет. Эксперт Ферросмолодежи сказал, ну раз получится, будет же здорово. Получилось. Игорь и Виталий были шокированы. За полгода в сети попало 5 тонн мусора. Пластик, пенопласт, ветки деревьев, бытовые отходы и покрышки. Дважды в неделю братья-добровольцы вывозили все на своих машинах и сортировали. Но перед этим самое сложное – добраться до мусора вброд. Мы начали купальный сезон как моржи. То есть мы в мае уже купались. То есть, естественно, брали с собой термосы, чтобы согреться чаем. То есть залезли, все собрали, вылезли, чай попили, оделись, отогрелись. Люди замечают, кто живет в новостройках у нас, которые новые дома стоят, на Аби. То есть они замечают. И даже раз, когда у нас оборвало трос, течение оборвало, нам люди с нами связались, нашли нас и сказали, мусор поплыл. Сейчас мобильную установку демонтировали на зиму. Перед тем, как она заработает в мае, братья усилят петли конструкции и тросы. А чтобы делать это не в одиночку, Аверьяновы будут обучать волонтеров. Игорь выиграл грант на открытие экошколы «Чистые берега». Анастасия Борисова, Сергей Балуев. Новости. Финал всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии вместе ярче прошел в Барнауле. Предприятия промышленности и энергетики края в рамках фестиваля организовали конкурсы. Участников наградили призами от компаний. Цель фестиваля – пропаганда энергосбережения и экологии через выставки, благотворительные акции, квесты, уроки по энергосбережению, экскурсии на предприятиях. В Алтайском крае фестиваль проходит уже четвертый год подряд. Количество компаний с каждым годом растет. Заключительное мероприятие прошло в рамках концертной программы, на которой прошло награждение победителей конкурсов журналистских работ и тематических роликов. После церемонии награждения для детей приготовили сюрприз «Интерактивное лазерное шоу». И наша задача – больше поддержать идеи, которые идут в направлении энергосбережения. Экономия всех энергоресурсов, не только электроэнергии, тепла, газа, но всех без исключения. Потому что мы должны оставить потомкам нормальную экологию, нормальную, в которой можно жить, а природа все-таки истощается. На этом у меня пока все еще больше новостей. Вы можете найти на нашем сайте katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Ну а мы с вами увидимся уже в следующих выпусках новостей.